Осень 1999 года В ночь на 9 сентября в Москве взлетел на воздух 9-этажный жилой дом на улице Гурьянова. От взрыва погибло 94 человека, 164 получили ранения. Ранним утром 13 сентября, по-прежнему в столице, мощный взрыв разрушил 8-этажный дом на Каширском шоссе. 119 погибших. Через три дня на юге России под развалинами дома погибает 17 человек. В истории России такого еще не было. Страну охватывает паника. Повсюду проверяются офисы и нежилые помещения, чердаки и подвалы. Во дворах и подъездах дежурят охранники и добровольцы. Дорожные перевозки частично парализованы бесконечными проверками. Несмотря на то, что никто не берет на себя ответственность за теракты, российские спецслужбы обвиняют в них чеченских боевиков. Те, кто формулирует эти задания, готовят взрывчатые вещества, их доставляют сюда. И, в общем-то, прорабатывают эти планы, находятся, видимо, в пределах Чечни. Я с большей долей уверенности могу об этом сказать. И, в частности, даже конкретизируют, что в боевых лагерях Хаттаба и Басаева. После трехлетнего прекращения военных действий против Чечни, война перекинулась в центр России. Население взбудоражено. И председатель правительства Владимир Путин приказывает немедленно начать бомбардировку мятежной Чечни. Российские самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Когда были первые взрывы в Москве, а потом в Волгодонске, я считаю, что общее состояние – это оцепенение. И шок. Это совпало с приходом на должность премьер-министра президента Путина. Я думаю, что в тот момент где-то процентов 90-95, как сейчас в Америке, поддержало действия президента, направленное на уничтожение банд чеченских. Хотя, вот что интересно. Интересно то, что до сих пор не доказано, что это чеченцы сделали. Хорошо, я говорю, согласен. Определили мы народ чеченцы. Ну, покажите конкретного чеченца, который взрывал, подкладывал, что-то сделал. Покажите его. Показывать не могут. Отсутствие доказательств в пользу чеченского следа, масштаб и профессионализм проведения терактов порождают сомнения в официальной версии. В российском обществе и в прессе стали искать других организаторов взрывов. Если судить по последствиям, и, как это принято говорить, что в политике нужно искать прежде всего того, кому это выгодно, то, конечно, существует самая разнообразная версия, и роль спецслужб в этом, это все тоже остается предметом общественного интереса. Несомненно, что именно теракт 99-го года и возобновление войны с Чечней привели в Кремль молодого жесткого лидера. Новая власть была поддержана большинством россиян. Тем не менее, в некоторых ее поступках сквозит неуверенность, даже страх. Дело в том, что единственными террористами, обнаруженными в связи со взрывами домов, оказались сотрудники ФСБ. О причастности российских спецслужб к терактам 99-го года заговорили после того, как 22 сентября, когда три взрыва уже унесли более 300 жизней, в Рязани произошла странная история. И хотя у этого события есть официальная версия, по сей день рязанское дело является самым охраняемым секретом кремлевской власти. Оно ключевое звено версии, которую разделяют многие, и которая выстраивает события последних лет в стройную логичную цепочку. И если эта версия верна, вся история прихода к власти президента Путина предстает в совсем ином свете. Расследованием загадочного рязанского дела занимаются в том числе журналисты «Новой газеты», одного из последних независимых московских изданий. И поскольку ФСБ не нравится, когда суют нос в ее дела, неприятностей у газеты хватает. Мы считаем, что по закону, по Уголовно-процессуальному кодексу России, по фактам, изложенным в газете, должно возбуждаться дело уголовное. И в рамках его выяснять, действительно ли эти факты имеют под собой основу. Так вот, вместо этого возбуждается дело против газеты, которая якобы кого-то оклеветала. В августе 2001 года «Новая газета», в частности, рискнула опубликовать сокращенный вариант книги Юрия Фельщинского и Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». Историк Юрий Фельщинский родился в Москве, а с 1978 года живет и работает в США. Автор ряда книг по советской истории, этот американский гражданин стал первым иностранцем, которому в России была присуждена ученая степень доктора исторических наук. Историю разведки мы знаем по истории двоечников, то есть разведчиков, которые провалились. Вот точно так же и здесь. Вот ФСБ провалилось. Провалилось на попытке подрыва дома в Рязани. Рязанский эпизод, он все-таки тянет уже на то, чтобы быть учебником. Вот мы знаем все, да, на какой машине ехали, сколько человек, когда, как закладывалось, когда закладывалось, на какое время ставился таймер. Абсолютно не случайно, конечно же, что именно после провала в Рязани прекратились теракты. Потому что вот уже один раз провалившись на некой методии, на некой схеме, повторять ее, естественно, глупо. Рязанским делом интересовался тогда еще независимый телеканал НТВ. В марте 2000 года была показана программа «Независимое расследование», на которой основные действующие лица высказывались совершенно свободно. Благодаря этим кадрам, которые, как ни странно, не были уничтожены или изъяты, можно восстановить то, что произошло в Рязани. Сначала факты. Рязань, 22 сентября 1999 года. В 21.10 водитель автобуса Алексей Картофельников замечает у своего дома номер 14-16 по улице Новоселов странную сцену. Двое мужчин и одна женщина выгружают из багажника машины и переносят в подвал какие-то мешки. Второй подозрительный момент. У белых «Жигулей» седьмой модели цифра 62, Рязань, написано на бумажке, которая наклеена на настоящий номер. Ну, я так, видно, не подал. И так назад проходил, когда, в смысле, так, раз назад машину посмотрел еще, думаю, какие там номера. Смотрю, то же самое, заклеено, 62. Думаю, что это не то, надо ему позвонить. Ну, зашел, сразу позвонил, милицию. Милицейский патруль прибывает на место час спустя. Машина уже исчезла. Но в подвале дома обнаружили 3,50-килогромовых мешка и запрограммированный на 5.30 утра самодельный взрыватель. Под рулем командовал прапорщик Андрей Чернышев, с которым позднее разговаривал журналист «Новой газеты» Павел Волошин. По его словам, он был уверен в том, что ситуация боевая. Он видел мешки, он видел провода, которые торчали из одного из мешков. Был детонатор. Он оставался уверен в том, что на самом деле он своими действиями предотвратил террористические акты и то, что звонок Картофельникова в милицию спас несколько сотен человек. В ходе передачи, показанной по телеканалу НТВ, главные свидетели, жильцы злополучного дома в Рязани, подробно рассказали, что они видели и пережили в тот вечер. Когда они спустились в подвал, ну, довольно-таки неохота, поскольку подвал у нас в довольно плащанном состоянии, который используется под туалет окружающими гражданами. И когда они вышли, то есть выражение на лицах было абсолютно другое. Начали милиционеры оббегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве и все другие, все эти случаи, естественно, выскакали в тапочках и в халатах. У нас трехлетний ребенок. Мы его вытащили из ванны, распаренного ребенка, закутали в тряпье и бежали, сломя голову. Я приехал 15 минут 11 вечера на место. Мы доложили, я собрал жителей, сказал, что мы проверили и подвал, мы проверили чердачные помещения, дом чист. И я сказал, как начальник управления ФСБ, говорю, вы можете заходить домой. Вот первый пункт, по которому официальная версия противоречит фактам. В действительности, жильцы провели эту ночь на улице или в соседнем кинотеатре «Октябрь». Осмотр заминированного здания длился так долго, что людям разрешили вернуться домой лишь утром. Нас не пускали, и милиция стояла до 10 утра. Зачем увели в 20 ночи в кинотеатр «Октябрь»? В 0 часов 15 минут мной зафиксировали. В кинотеатр «Октябрь» увели в холодный, и людей с детьми морозили. И был я, был с вами там. В кинотеатр «Октябрь» всех увели. Не надо врать. Отстаивать ложную версию всегда сложно. Незадолго до этой стычки генерал Сергеев утверждал совершенно обратное. Я был с вами там всю ночь. Я с вами работал до утра. Мы с вами там общались. И обстановка, надо сказать, была да, да, серьезная. Действительно, в ту ночь с 22 на 23 сентября бывший начальник Рязанского УФСБ был не меньше других убежден, что дом был заминирован. Сергеев несколько раз к нам подходил, говорил, а потом где-то в часа 2 ночи, когда провели анализ, он подошел, собрал нас кружочком и говорит, вы сегодня отмечаете второй день своего рождения. Взрывчатка, три мешка, то-то, то-то, значит, было поставлено на 5.30 утра, вы бы все были бы здесь. То есть взорвались. В тот вечер всем было ясно, что прибывшие на место происшествия саперы обезвредили настоящее взрывное устройство. Лежало три мешка, центральный был надрезан. В надрезе лежали часы электронные с уходящими внутрь проводами. Я погрузил туда руки и потихоньку начал вытаскивать. Вот фотографии этого детонатора, сделанные на следующий день, 23 сентября. А анализ содержимого мешков показал наличие паров мощного взрывчатого вещества гексогена. На основании заключения экспертов в ту же ночь Рязанская прокуратура открывает уколовное дело по статье 205 Организации террористического акта. 1200 милиционеров и военных бросают на поиски подозреваемых. Их фотороботы расклеены по всему городу и розданных всем патрулям. Были двое мужчин, один с усами и женщина с спортивной костюмой записи. Вечером, 23 сентября, премьер-министр Путин заявляет на весь мир. Что касается событий в Рязани, я не думаю, что это какой-то прокол. Если эти мешки, в которых оказалась взрывчатка, были замечены, это значит, что все-таки плюс хотя бы есть в том, что население реагирует правильно на события, которые сегодня происходят в стране. Таким образом, Путин подтверждает, что в Рязани действительно был предотвращен теракт. Телефонные станции Рязани работают в особом режиме. Телефонистка Надежда Юхнова перехватывает подозрительный разговор с Москвой. Набранный номер начинается с цифр 224. Это АТС, обслуживающая штаб-квартиру ФСБ. Их спрашивают, дама с вами? Нет, дама едет троллейбусом в 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани, везде перехваты. Ну и тут уже, наверное, простому человеку ясно, что это, если у всех в голове только один терроризм. После этого звонка установить квартиру, в которой прятались подозреваемые, было несложно. Рязанские оперативники оказались на высоте. С момента обнаружения бомбы прошло чуть больше суток. И тут происходит совершенно необъяснимая вещь. В один и тот же день, 24 сентября, с разницей в полчаса, в том же самом месте, два члена правительства делают противоречащие друг другу заявления. Министр внутренних дел Владимир Рушейло без тени сомнений утверждает, что в Рязани был предотвращен теракт. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Но тут же руководитель ФСБ Николай Патрушев опровергает своего коллегу. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. То, что министр внутренних дел Рушейло не был информирован о проведении учений, однозначно подтверждает, что в Рязани действительно был предотвращен теракт. Несколько месяцев спустя, во время передачи НТВ, представитель ФСБ проговорится, что учения в Рязани, поскольку официальная версия теперь учения, могли проводиться лишь совместно с милициями. Потому что соответствующий приказ был подписан обоими министрами. Все поставим на свои места. Планировалось провести на территории всех субъектов Российской Федерации силами милиции, Федеральной службы безопасности крупномасштабную операцию под условным названием «Вихрь антитеррор». Подписали Патрушев и Рушайло. Официальную версию было трудно поддержать даже людям, занимавшим самые высокие посты в спецслужбах. Я, например, так и не понял, почему же потребовалось два дня для того, чтобы объяснить миру, что это учение. Ну, честно говоря, просто это необъяснимо. Именно для того, чтобы посмотреть всю цепочку действий, в том числе, и по поиску возможных террористов, поэтому, естественно, мы не объявляли, что это учение. Рушайло, это нельзя было предупредить, что? Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений, не, подождите, в ходе учений проверялась и наша система, и система органов внутренних дел. Ну, вы представьте, ну, как увидел Владимир Борисович на этой коллегии, когда он говорит, что вот такой успех, а через полчаса Николай Платоныч говорит, что да не, ребята, это учение было. Но еще в более неловком положении оказался Владимир Путин, который тоже успел заявить о предотвращенном взрыве. Знал ли о рязанских учениях премьер-министр? Предположение, что до заявления Патрушева 24 сентября премьер-министр Путин не знал о проводимых в стране учениях, невероятно. Если так, Путин обязан был уволить Патрушева со своего поста в тот момент, когда он узнал, что в Рязани проводятся учения, и Патрушев вводил в заблуждение не только всю страну, но и его, Путина. Но Патрушев остался на своем посту. Получается, что Путин знал о том, что Патрушев проводит в Рязани операцию по подрыву жилого дома. А вот сотрудники Рязанского ОФСБ об операции центра по соображениям секретности информированы не были. Но они видели своими глазами, что и детонатор, и взрывчатка были подлинны. Положение рязанских чекистов было не самое завидное. Сергеев, мягко говоря, был недоволен, то есть он рвал металл. Дело в том, что профессиональная гордость, которая есть у каждого сотрудника спецслужб, в данном случае оказалась просто втоптана в грязь. То есть как так? Генерал ФСБ не знал, что творится у него, в его вотчине. Более того, теперь московское начальство заставляло Рязанское ОФСБ играть совсем другую игру. И тогда, страхуясь и отмежовываясь от действий центра, местные чекисты публикуют абсолютно уникальные заявления. Я считаю, что этот документ формальное доказательство причастности ФСБ к организации взрыва в Рязани. Я эти несколько строк зачитаю. Это заявление Рязанского ОФСБ. Как стало известно, закладка, обнаруженная 22 сентября, имитатора взрывного устройства, явилась частью проводимого межрегионального учения. Сообщение об этом стало для нас неожиданностью и последовало в тот момент, когда управлением ФСБ были выявлены места проживания в Рязани, причастных к закладке взрывного устройства лиц и готовилось их задержание. И вот именно в этот момент Патрушев меняет версию о предотвращенном в Рязани взрыве на версию об учении. У ФСБ была возможность заявить об учениях накануне, 23 сентября, когда Александр Сданович был гостем программы «Герой дня» на НТВ. Однако слово «учение» он не произнес ни разу. Объяснение этого может быть только одно. В ФСБ надеялись, что их сотрудникам удастся покинуть Рязань незамеченным. Хотя сам факт провала операции ФСБ настараживал и Сданович попытался погасить интерес к рязанскому делу. Вот по той информации, которую я на момент нашей встречи располагаю, взрывчатых веществ там не обнаружено. И даже те сообщения, которые прошли утром, что якобы есть порыв гексоген или гексоген, специалисты пока не подвержены. А детонаторы, взрыватели там были? Знаете, там детонаторов никаких не было. Есть, сказал бы так, похожие на дистанционное управление или на взрывное устройство несколько компонентов. При этом многие жильцы дома видели содержимое мешков, заложенных в подвал. И это вещество на сахар похоже не было. Я эти мешки буквально в трех метрах, когда они лежали. Они напоминали, я не знаю, может, не гексогены, что там такое. Было желтоватого цвета, во-первых. И такой мелкий-мелкий, как, скажем, вермишель, такой вот порез, какие-то вот такие гранулы, так бы им называли. Так вот я вам смеюсь уверен, что гексогена там вообще не было. И, кстати говоря, если возвращаясь к взрывам, которые произошли в Москве и в других городах, там гексогена тоже не было совершенно. Совершенно иное взрывчатое вещество применялось. За полгода до этого руководители ФСБ утверждали совсем иное. Речь тогда шла именно о взрывах в Москве. Появилась новая у нас информация о том, что обнаружены элементы гексогена и тротила. Это уже говорит о том, что действительно взрыв произошел не случайно. Почему после инцидента в Рязани ФСБ стало отрицать, что в Москве использовался гексоген? Ответ простой. Нужно было, чтобы между реальными взрывами в Москве и так называемыми учениями в Рязани было как можно меньше общего. На самых разных этапах обнаружения взрывчатки, мешков, экспертизы, паники у ФСБ было несколько возможностей немедленно объявить о том, что это учение. Почему этого не было сделано? Да на самом деле, потому что ФСБ считало, что следов никто не найдет. Вот в тот момент, когда в Рязани готовились уже к задержанию террористов, когда были определены люди и места нахождения их, в этот момент Патрушев заявил, что в Рязани проводились учения. Так что попытка объявить сорвавшийся террористический акт учениями, публично озвученные самим Патрушевым, это, конечно же, указание на то, что террористический акт в Рязани готовился, безусловно, сведомо Патрушевым. Чтобы обосновать версию учений, нужно было объяснить, кто именно проводил их на месте. И общественности было показано интервью с одним из сотрудников спецподразделения ФСБ в Инпел. На основании распоряжения руководства ФСБ в соответствии с планом проведения первого этапа операции «Вихр-он-Террор», значит, группа была поставлена задача выехать в город Рязань для проведения данных мероприятий, что и было сделано. Вот, закупить сахарный песок, создать, собрать, вернее, имитатор взрывного устройства. Сахар приобретали на местном рынке в количестве трех мешков. Чтобы версия об учениях звучала более правдоподобно, ФСБ обратилась к своим ветеранам в надежде, что корпоративная солидарность возьмет верх над офицерской честью. Бывших, сказал Путин, чекистов, не бывает. Чисто по жизни. Мы люди такого склада и никогда в запас, хотя бы там кто-то в отставке, не уходим. К пресс-конференции ветераны спецподразделения подготовились плохо или просто плохо выучили тексты. Заклеили специально, о чем пишут газеты, передний номер, написали чернилом, задний номер не заклеили специально, чтобы привлечь все-таки вот это внимание. Так, вид не подал, так назад проходил, когда, в смысле, раз назад машину посмотрел, еще думал, какие там номера. Смотрел, то же самое, заклеено, 62. И потом сотрудники ФСБ наши выезжали туда, определялись с ними, почему такая у них эта вот проба, что там находится взрывчатого вещества. Оказалось, что практически там никакого взрывчатого вещества. Из-за того, что приборы были соответствующие, они должны быть стерильно чистыми, а здесь вот именно проба. Непонятно, что значит практически никакого взрывчатого вещества, если речь в хоре. Но главное было опровергнуть первую экспертизу рязанского взрывотехника Юрия Ткаченко. Сам Ткаченко с большим юмором отнесся к высказываниям пресс-центра общественных связей ФСБ о том, что руки и прибор у него оказались посыпаны гексогеном, и то, что он его не промывал. По словам Ткаченко, такой прибор вообще промывать нельзя. Многочисленные интервью с сотрудниками «Вымпела», которые, дескать, лично участвовали в этой операции. Там не состыковывалось даже время их прибытия, потому что они утверждали, что из Москвы выехали вечером того же дня. Те, кто ездил из Москвы в Рязань на машине, знают, что просто нельзя физически ни на какой скорости добраться до Рязани столь быстро, да еще успеть закупить на местном базаре сахар. Действительно, по утверждению ФСБ, сахар закупался вечером, но фотография явно сделана днем. При таких несостыковках выход один – стоять на своем. Сахар был, сахар, сахар. А что касается взрыва детонатора, то не было там никакого детонатора совершенно. Они купили в магазине три батарейки, патрон охотничий, провода. И все это изготовили, буляшли, положили на мешки с сахарным песком. Представитель ФСБ старается говорить исчерпывающе, как по протоколу. Но он не упоминает главную часть взрывателя – электронные часы. Кроме того, детонатор, как утверждал взрывотехник Ткаченко, вовсе не был положен на мешки. Лежало три мешка, центральный был надрезан. В надрезе лежали часы электронные с уходящими внутрь проводами. Я погрузил туда руки и потихоньку начал вытаскивать. Однако, никакие противоречия не смущают, если вас невозможно проверить. Мы используем в том числе и людей, которые у нас находятся на негласном штате. И никогда мы их не показываем. Вот те кадры, которые мы демонстрировали, со спины они снимали и рассказывали детали, пожалуйста, мы еще раз можем продемонстрировать. Не надо. Как ваш начальник управления следственного говорит, что там был патрон, муляж, детонатор. Тогда почему Сергеев не разобрался, что это муляж? Зачем нам вешать лапшу на уши? Давайте мы исходить будем из факта, о котором нам сказали, что в мешках был сахар. Вот в мешках сахар. И выясняется, что ни эксперты ФСБ, ни эксперты МВД сходу не могут понять, что перед ними сахар. Так что? В первую очередь, те люди, которые видели гексоген хотя раз в жизни, конечно, никогда его с сахаром не спутают. Просто, если взять пробу на язык, так это выяснится в течение двух секунд, наверное. Ни одно взрывчистое вещество сладким не является. А газовый анализатор мог бы, допустим, ошибиться и перепутать сахар с гексогеном все-таки? Да вряд ли. Нет. Не допускаю. Однако экспертиза, которая занимает несколько минут, в лабораториях ФСБ растянулась на полгода. Как только уголовное дело будет закончено, я готов еще раз с вами встретиться и уже тогда по этому уголовному делу рассказать. Когда это может произойти? Вот здесь не знаю. Экспертиза сахара может занять несколько месяцев. Ну, а там очередь. Ведь понимаете, в чем дело. Да, наверное, у ФСБ есть более важные дела, чем взрывы домов. Но в показном стремлении сделать все по закону спецслужбы явно перестарались. Эти мешки, по утверждению ФСБ с сахаром, по нашему убеждению с гексогеном, были изъяты, а дальше было заявлено о том, что проводится дополнительная экспертиза этих мешков. Ну, если это сахар, и вы в этом уверены, зачем вам экспертиза? А затем они еще и на полигоне взрывались. Ну, если вы знаете, что это сахар, зачем вам это взрывать? Когда мы узнаем правду, сказать сложно. А пока ФСБ, не краснее и не боясь выглядеть смешной, демонстрирует домашние заготовки. Вот все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся вот в этом. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть определено. Ну, мы специально принесли и знаем, что это процессально оформлено, все было закреплено в документах, чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. Однако, поскольку проверить ничего нельзя, такие доводы способны убедить лишь тех, кто их выдумал. И есть еще один, последний аргумент государственная тайна. Еще раз повторяю, у нас специальная служба и в этой службе используются специальные силы и средства на основании закона об оперативно-розыскной деятельности. О чем вы не знаете и знать, кроме того, что написано в законе о тактических приемах, не должны, поскольку они составляют государственную тайну. И здесь все не так. В законе об оперативно-розыскной деятельности нет не то, что статьи об учениях, но и даже само это слово не упоминается ни разу. Так что операция в Рязани проводилась явно на каком-то другом основании. И я вот тоже вот сижу, вот прослушиваюсь и не верю в эти сказки, которые сейчас рассказывают вот в СБ. Я тоже сам бывший военный. Уволился в должности вот начальника штаба отдельной воинской части. Учений за 28 с лишним лет службы провел, вы знаете, сколько. И сейчас никто не поверит вам. Нет ему вот пакету запечатан, нет им там этим самым папочкам, вот эти бумажки, экспертизам, никто вам не поверит. Сама идея об учениях родилась после того, как общественностью был вскрыт факт якобы учений. Учения объявляются заранее. И к ним привлекается общественность, потому что это гражданская оборона. Я уверен, никаких учений гражданской обороны не было. Если бы это были учения, нам предъявили бы целую пачку бумаг, подписанных руководством ФСБ. Тот факт, что этих бумажек не существует, а я уверен, что их не существует, иначе бы нам их показали, конечно же, говорит о том, что учений не было. Кроме этого, ни один здравомыслящий человек в стране, где уже разрываются снаряды, где уже взрываются бомбы, где уже реально подорваны несколько домов, не будет проводить учения, слишком похожие на то, что произошло в городе Москве. Никто не будет организовывать учения в стране, где уже идет война. Передача НТВ, напомним, состоялась до того, как новый президент начал закручивать гайки. И жители Рязани откровенно насмехались над версией учений. Вот сейчас складывается парадоксальная ситуация. Сданович, Сергеев и другие господа из ФСБ пытаются нас всех убедить в том, что это были учения. Но мы, рязанцы, почему-то не верим этому. Это что, либо мы, рязанцы, такие тупые, или просто вы так неубедительно врете. Александру Баданову, который взялся помочь в нашей съемочной группе, сотрудники ФСБ подбросили в карман пакетик с героином. Потом пригрозили, что пустят вход в составленный протокол, если журналист снова встретится с нами. И прием, который нам оказали в Рязани в ноябре 2001-го, через два года после тех памятных событий, был не самым гостеприимным. Мы попытались взять интервью у одного из главных действующих лиц, генерала Сергеева. Тот отказался, что понятно, о встрече заранее не договаривались. Но группе пришлось уехать из Рязани и не из-за этого. Потом к нам подошли люди в штатском. Нам была прочитана лекция о том, как опасно сейчас пребывать на улицах Рязани, потому что тут процветает преступность, тут очень лихие водители иногда нарушают правила дорожного движения. Нам был задан вопрос, а если с вами что-то случится, это очень вероятно, кто за вас будет отвечать. После чего нам было рекомендовано медленно покинуть Рязани. А потом, через три месяца после этой поездки, Павла Волошина допрашивали в милиции, уже в Москве. Единственным рязанцем, который не побоялся дать интервью, был Виктор Лозинский. Да и то, возможно, потому, что после этого происшествия он был вынужден эмигрировать в США. Лозинский получил от местного ФСБ однозначное предупреждение. Понял, что просто совершенно нормально пришибут. Подойдет к какому-нибудь бомжу на рынке какой-нибудь старлей или капитан Рязанского ГБ, скажет, вон тот вон, видишь, с бородой козел ходит, огурцы покупает. Достал, за моей бабой бегает, то все, я тебе вот ставлю, деньги даю, тричь него где-нибудь там за углом. К сожалению, так именно в последние, думаю, пять лет усиленно делаются все дела служб безопасности. Ни приказов, ни бумажек, ничего в архивах не будет. Будет только покойник, которого неизвестно, какой Вася Бомж там ломом треснул из золота. Так что, все эти преследования были вызваны простыми учениями гражданской обороны в Рязани? Или учения продолжаются теперь уже по всей стране? А кадры ток-шоу НТВ были сняты в эпоху, которая уже миновала. Эпоху, когда люди не боялись говорить. В очередной раз делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Ну, поведет, поведет оно эти дела и в конце концов закончит. Вообще-то страшно, конечно, об этом говорить, но мне кажется, что на самом деле все было правдой. Никаких учений не было. И я не понимаю, зачем мы идем на поводу у людей, которые пытаются свой мундир очистить от грязи. А между тем, это безусловно, они в грязи. Кто имел право проводить эти учения над людьми? кто это имел право вообще проводить? И кто дал команду такую проводить? И кто имеет право давать эту команду? Президент или еще кто-то? Действительно, граждан можно привлекать к учениям только с их согласия. В противном случае, кто бы не принимал это решение, это еще одно нарушение закона. Но, представим себе, что это была закладка реальных взрывчатых веществ. И реальная попытка провокации с целью обострить ситуацию на Кавказе и так далее, и так далее. Есть у нас гарантия, что мы получили бы достоверный и убедительный для общества ответ на вопрос о том, что же произошло. Я подозреваю, к сожалению, нет. Никакого секрета, если говорят, закрытое дело, ради бога, ну ставьте вопрос, ну адвокаты, кто есть, если не доверяет Федеральный службе безопасности, готовы передать это дело для расследования прокуратуре. Это тоже неправда. Напрасно. После передачи жители Рязани попытаются предъявить иск ФСБ. Они не узнают ничего нового. Несмотря на закрытие уголовного дела, на него был наложен гриф секретности. Хотя это прямое нарушение статьи 7 закона о государственной тайне, запрещающей засекречивать сведения о чрезвычайных происшествиях, угрожающих безопасности и здоровью граждан. Поэтому, естественно, все эти грифы сохраняются на 75 лет, и в ближайшие 75 лет, я думаю, мы вряд ли узнаем о том, что же было на самом деле. правды могла бы добиться Госдума. 18 марта 2000 года депутаты фракции «Яблоко», Юрий Щекочихин и Сергей Иваненко потребовали провести расследование фактов, опубликованных в новой газете. «Попытка, которую мы предприняли, попытка, в общем-то, безобидная, расследовать газетную публикацию, получить ответы на вопросы, было, не было. Даже эта попытка была воспринята в штыки, резко, потому что довольно правильно она была оценена как шаг в направлении установления гражданского контроля над спецслужбой». До сих пор нет ответа. То ли это был действительно теракт, который предотвратили, то ли это выдали за некое, за некую, как это сказать, спецоперацию, учение и так далее, и так далее. Но это тайна покрытая мраком, информации до сих пор не имеем. Это неудивительно. Правда о событии в Рязани неименуемо влечет за собой и вопросы, куда более болезненные для власти. В частности, о том, кто организовал взрывы в Буйнакске, Москве, Волгодонске. И здесь сходится мнение как бывших, так и нынешних сотрудников российских спецслужб. В общем-то, вся история КГБ, она изобилует такого рода акциями. И в этом контексте то, что произошло в Москве и в Волгодонске, затем в Рязани, наконец, неудавшийся этот взрыв, представленный как учение, на мой взгляд, по-моему, это звенье одной. Здесь почерк абсолютно ясен, что приискивались помещения, желательно, значит, подвальные, либо на первых этажах. Они снимались под видом складирования того или иного товара, и туда завозилась взрывчатка. В течение, ну, я так полагаю, что в течение суток, двух, это спокойно можно было завести и подготовить к взрыву. Она доставляла сюда под видом мешков с сахаром. Однако, если предположить, что все взрывы домов 99-го года дело рук спецслужб, ясно, что их подготовка заняла несколько месяцев. А вплоть до августа 99-го года ФСБ возглавлял Владимир Путин. Да, может быть, конечно, там и президент, там и руководители ни при чем, но вполне могла быть группа патриотично настроенных офицеров, которые, так сказать, минируют и взрывают не один дом, а 10 или 15 домов, подставляя себя ради спасения любимой державы. Другой вопрос. Уже произошли эти взрывы, уже произошел факт рязанских учений в кавычках. Почему Путин, как президент страны, не расследует то, что произошло? И ответ, я думаю, тут очевидный. Либо он очень хорошо знает, что произошло на самом деле, либо, ну, есть в конце концов другое совершенно космическое такое предположение, что Путин реально в стране ничего не контролирует. так или иначе, для Кремля риск нового, настоящего расследования взрыва в 99-го года слишком велик. Потому что, если в результате будет установлено, что ответственность за эти теракты несут российские спецслужбы, легитимность людей, которые сегодня правят страной, автоматически оказывается под вопросом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok